Проведем интерактивный эксперимент. Давайте консоль запустим. Допустим, виртуальная машина от Minionet. Подключаемся к Minionet. Ключ для XAUS переносим из обычного пользователя в рутовый клей. Копируем. Теперь мы можем запустить наш топологию. Суду. Minionet. Вот у нас свитч. Так. Ага. Неправильно, наверное. А. Сейчас там. Мету топологию. Два свитча. Свитч 1, свитч 2. Контроллер не нужен. Хост 1, хост 2. Ну вот. Вот так вот как-то. Ну и давайте проведем интерактивный эксперимент. В начале просто посмотрим, как у нас трафик идет. IPERF на втором хосте и прогоним первого хоста IPERF. Ну вот у нас битрейт получается 13, 15, 11, 20. Достаточно все. Хороший битрейт. Ну да. Остановим. Проработала у нас. Теперь мы должны задать скорости на хостах. Ну, как всегда, мы должны определить интерфейсы. И в конфиг. Вот у нас хост 1, 2. Ну и тут вот и в конфиг тоже. То есть мы вот. Вот у нас интерфейс. И вот у нас интерфейс. То есть с этими интерфейсами мы и работаем. Ну и вот у нас мы зададим на интерфейсе хоста. H1. Вот. Такую команду. 1. Да. Вот. Так. Давайте разберем, что эта команда означает. Итак. У нас рейт 10 гигабит. Теперь нам нужно подогнать к 10 гигабитам сколько добавляется токенов. И у нас сколько очередь у нас будет. Храницную очередь. Мы выбираем несколько произвольным образом в данном случае. Чем больше очередь, тем больше латентность у нас может быть. То есть возрастать латентность будет. Чем меньше очередь, тем латентность меньше. Но при этом могут теряться пакеты. Как у нас посчитать вот этот всплеск наполнения ведра. Мы делаем таким образом. Итак. Помним. У нас ведро заполняется по тактово. У нас берст – это количество токенов, которые помещаются в ядро каждый такт. Соответственно, мы должны, во-первых, посмотреть сколько у нас тактов у процессора. Ну, это просто у нас ядро. Когда компилиться, мы задаем сколько тактов выдает процессорных ядро. Вот у нас 250 герц. У нас идет количество тактов, то есть 250 тактов в секунду. Значит, вот у нас, соответственно, нам нужно разделить 10 гигабит. Это у нас разделить на 250 герц. Герц – это секунда в минус 1. Получается у нас 40 миллионов бит. Соответственно, нам в байтах нужно. Делим на 8. Получаем 5 миллионов. Ну, вот эту 5 миллионов и прописано вот берст. Ну, и очередь, как я сказал, несколько произвольным образом. Итак, давайте опять у нас 102 Hyperf и прогоним. Посмотрим, что это нам будет давать. Вот сравните у нас. Вот такой был график. Вот такие вот значения. А тут мы ограничили. Ну, и, соответственно, смотрите. Мы, когда на пределе возможности гнали, у нас часть пакетов пропадала. Вот у нас ретра идет. Перепосылка этих пакетов. А в данном случае, когда мы ограничили пропускную способность, пакеты не теряются, перепосылки пакетов нет вообще. Ну, и в конце мы удалим нашу конфигурацию, которую мы на хост 1 установили. Ну, вот можно попробовать опять Hyperf запустить. И видите, у нас уже без ограничения скорости опять теряются пакеты. И вот тут 17, а там было 14. Ну, вот так вот. Итак, мы посмотрели, как задавать ограничения скорости. И теперь мы то же самое сделаем, но ограничения скорости сделаем на коммутаторах. Ну, вот у нас коммутаторы опять же и в конфиг. Так, вот у нас сколько интерфейсов. Значит, то есть он видит интерфейсы и свои, и соседнего коммутатора. Такая реализация. Давайте мы на первом коммутаторе подключим на интерфейс, который связывает первый коммутатор со вторым. Ну, все те же самые параметры, то есть 10 гигабит ограничения, блеск 5 миллионов и 15 миллионов очередь байт. Так. Ну, и то же самое IPERV3 у нас на косте 2. Все раз запустим. И кинг пошел. Да, вот мы видим, что безразлично где он оставить. Мы все равно что поставили на интерфейсе хоста, но с точки зрения сети, конечно, ограничения сетевые лучше ставить не на хостах, а на сетевом оборудовании. То есть вот на коммутаторе поставили интерфейс и все сработало. Ну, и в конце удалим нашу дисциплину коммутатора. Вот проверили, что все удалилось. Вот у нас опять достаточно большие значения передачи. Это все скорость внутренняя. Зависит и от компьютера в том числе. Ну, и наконец, мы хотим объединить две дисциплины. Ну, мы можем в качестве к руту подсоединить несколько дисциплин в очередь их для того, чтобы их пронумеровать, чтобы они в очередь выстроились. Мы на каждую дисциплину handle навешиваем, то есть дескриптор. Вот у нас, например, вот такая вот дисциплина. Опять же на коммутатор вешаем. Вот так вот. Что она означает? Она означает у нас следующее. Мы к руту подвешиваем с ярлыком с дескриптором 1 нетем, который задает задержку 10 миллисекунд. Давайте пропингуем. Вот она задержка наша. Ну, вот вторым номером мы задаем дисциплину. Так вот. Дисциплину TBF Token Bucket Filter Значит, в чем смысл? Значит, мы задаем, что у нас не к руту крепится, вот тут к руту крепилось, а к руту крепится в качестве родителей использует handle 1. Соответственно, мы эту дисциплине предоставляем ирлык 2, handle 2 и описываем вот она TBF. Rate 2 гигабита, соответственно, burst у нас уменьшился в 5 раз. Ну, и давайте мы Iperf допустим и опять посмотрим, как все работает. На втором хосте server Iperf и на первом хосте мы Iperf... Ой, у нас тут еще кинг не закончился. Вот у нас Iperf пошел. Итак, вот у нас ограничение. Давайте еще раз посмотрим. Ограничение у нас было 2 гигабита и задержка 10 миллисекунд. Ну, и вот у нас... Ну, это в начале у нас из-за задержки, да, столько переподключений. И вот у нас скорость пошла. То есть у нас пингом мы видим задержку. И вот тут вот у нас плохо тут сколько. То есть в начале у нас устанавливается фактически переходный режим идет. И вот из-за задержки он подгоняет окно. И у нас можно сравнить какое окно раньше было. Так... Значит... 3 окно. А тут, ну да, тоже примерно такое же. Вот он окно выставил и столько переподключений. Ну, вот таким образом у нас в эксперименте мы использовали как токенбакет для ограничения скорости передачи, так и комбинированное токенбакет, плюс дополняли его задержкой из нетема. Ну, вот давайте мы уберем дисциплину. И вот теперь дисциплину. Вот оно пришло. Как видите, дисциплина убрана и все достаточно хорошо идет. Ну и пинг. Так... Вот она задержка. Вот все. Тут про первый у нас просто переходный режим. Ну вот все. Остановились. Ну вот, собственно, мы рассмотрели все наши задачи для лабораторной, которые выполнили для интерактивного эксперимента. Посмотрели все варианты работы в первоначальный токенбакет. И увидели, что можно комбинировать несколько дисциплин обслуживания вместе. То есть такую цепочку из дисциплин обслуживания делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА